Добрый вечер, уважаемые участники конференции. Я в какой-то степени продолжу тему предыдущего доклада, это связь и эффективность имидж-медицины при эмоциональных проблемах, а помощь, которую может имидж-медицина оказать для эмоционального благополучия людей. А также затрону тот момент, который здесь тоже не раз поднимался, это методы определения эффективности, объективные методы подтверждения того, что имидж-медицина приносит свой результат. Все мы знаем, что различные тяжелые эмоции могут быть вызваны как различными объективными ситуациями, какими-то сложностями, которые возникают в жизни человека, потеря близкого или болезнь кого-либо, конфликт, либо могут быть не связаны с какими-либо неприятными событиями в жизни. То есть все хорошо, но плохо. И в этом случае мы можем говорить о том, что тогда физиологическое состояние тела оказывает влияние на эмоциональную жизнь. И в имидж-медицине у нас достаточно много знаний, много информации на этот счет о том, как сбой в работе тех или иных органов, какое влияние он оказывает на эмоции человека. То есть мы знаем, что сбой в работе почек способен вызывать страхи, повышать тревожность, нарушение в работе легких может способствовать появлению депрессивных состояний. В современной науке тоже присутствует тенденция изучения связи эмоций и тела человека. В большей степени это, конечно, исследовалось через мозг, через мозговые процессы. И также есть исследования, посвященные связи между гормонами и эмоциями. И я в большей степени сейчас останавливаюсь на вот этом моменте, связи гормональной системы и эмоций человека. Потому что именно на этом примере хорошо видна вот эта зависимость, связь между эмоциями и телом. И мы поговорим больше о гормонах стресса. То есть когда человеком испытывается страх или он сталкивается с какой-либо игрозой, при этом неважно, реальной или воображаемой, опасностью для жизни или самовыражению, надпочечники вырабатывают гормоны стресса. К ним относятся адреналин, норадреналин, кортизол и пролактин. Они мобилизуют организм, готовят его к двум реакциям – бороться или бежать. Запускают процессы в организме, которые обеспечивают топливо мышцы и мозг. Способствуют отложению жира для создания энергетического резерва. Повышают концентрацию внимания, тем самым помогая быстро принимать решения. Тормозят все механизмы, вызывающие воспалительные реакции. Пролактин, например, делает человека менее чувствительным к боли, задерживает воду в теле, способствует свертываемому стюк крови. И эти гормоны, эти процессы, они все помогают человеку справляться с какими-то сложными ситуациями. Они значительно способствовали выживанию. И выживанию, и тем, что человек может справиться с каким-то экстремальным процессом. Проблемы начинаются тогда, когда эти гормоны в теле накапливаются. Одним из самых опасных гормонов называют кортизол. Потому что его повышенное содержание способно приводить к инсультам, к диабету, к нарушениям памяти, развитию депрессии. Также есть исследования, которые говорят о том, что кортизол способствует развитию рака. Пролактин, одна из самых повышенных пролактин, повышенное содержание пролактина, одно из его самых негативных влияний — это угнетение детородной функции. Определенная проблема, определенная сложность, если говорить об эмоциях и о гормонах, она связана с тем, что и физиологический, и эмоциональный фактор воспринимается психикой одинаково. То есть человека, когда ругает, например, его руководитель, он в основном не бьет его в ответ и не убегает от него. Но физиологические процессы для таких реакций запускаются, гормоны выделяются, тело мобилизуется. Когда у этого напряжения нет выхода, оно никак не перерабатывается через движение, через психику, не выводится специальным энергетическим воздействием, а сохраняется. Это приводит к тому, что гормоны накапливаются. Соответственно, органы работают неправильно, и сложные эмоции остаются. Как говорил Ганс Селье, который ввел в науку это понятие стресс, что каждый стресс оставляет после себя неизгладимый шрам, и организму приходится расплачиваться за жевание после стрессовой ситуации своим старением. Получается, что в помощи нуждается как тело, которое в результате каких-либо переживаний может сильно разбалансироваться, так и душа или психика, так как чем более мы поддержаны, мудрые, понимающие причины каких-то вещей, тем все меньшее количество ситуаций или меньшее количество событий способно быть для нас стрессовыми. У психологов есть интересные исследования, посвященные теме эмоциональной устойчивости. Они говорят о том, что чем более человек был в своей истории, своей жизни, получал поддержки при столкновении с неудачами, какими-то угрозами, тем он более крепок. У него со временем формируются психические репрезентации этих самых помогающих фигур. Они из внешних становятся персонажами его внутренней жизни. То есть когда-либо происходит какая-либо неприятная ситуация, в его голове возникают голоса или такие реакции, что «ну все хорошо, я с этим справлюсь», ничего страшного. Если же опыта такой поддержки у человека не было, его в большей степени обвиняли, винили, стыдили, то малейший стресс, неудача, неуспех способен сильно его выбивать из колеи. Его внутренние голоса будут говорить «ты опять не смог, все люди как люди, ты ничтожество» и так далее, в зависимости от того, что он слышал в своем детстве. И такой человек для нормальной жизни и повышения своей эмоциональной устойчивости очень нуждается в продолжительном опыте принятия и поддержке. Тогда эти обесценивающие голоса со временем, постепенно, в его голове заменяются на успокаивающие. Происходит такая трансформация внутри. И если перейти к вопросам лечения, то у имидж-медицины есть большие возможности для помощи людям в избавлении от различных тяжелых эмоций и их последствий за счет наличия большого количества способов укрепления тела, очищения его от напряжения, балансирования органов и целых систем. С точки зрения древней китайской медицины и философии, а также имидж-медицины, энергетическая составляющая человека включает в себя субстанцию дзин, которая обеспечивает рост, развитие, размножение, поддерживает цепочек, защищает организм от проникновения вредоносной ци. В современном мировоззрении субстанция дзин мы можем ее соотнести с гормональной сферой. В имидж-медицине существует такой метод регенерации как субстанции дзин, так и всего тела и отдельных органов. Что с точки зрения физической составляющей является восстановлением гормонального баланса? Наполненные правильной энергии органы не будут способствовать появлению деструктивных эмоций, сильные почки не спровоцируют страх и тревогу. Также в имидж-медицине есть такой большой метод как сострадание, когда для пациента приходят нужные слова поддержки, появляется сопереживание, когда мы можем давать ему эмоциональное тепло, верить в него, в его возможности. И через какое-то не всегда быстрое время помимо строгих внутренних голосов у него могут появляться еще и поддерживающие, и вдохновляющие. Тогда гораздо меньше ситуаций, каких-то сложных, будет для него стрессовыми. То есть не будут выделяться эти самые гормоны, не будет накапливаться кортизол, пролактин, адреналин, норадреналин, которые заставляют работать органы в повышенном режиме и, соответственно, истощать их. В качестве примера я кратко приведу описание двух случаев. Молодой человек, 35 лет, при медицинской процедуре у него неожиданно очень сильно участилось сердцебиение, и он практически потерял сознание. Ему своевременно оказали помощь, но после этого прецедента у него появился сильный страх, что с ним может повториться что-то подобное. Этот страх спонтанно появлялся, приводил его в очень беспокойное состояние и сопровождался учащением работы сердца. Диагностика современной медицины при полном обследовании не выявила каких-то значительных нарушений в теле. Состояние сердца и сосудов было в пределах возрастной нормы, но он постоянно носил с собой тревожный чемоданчик, он так его называл, лекарство на случай повторения отека такой реакции, и все время прислушивался у себя, искал у себя опасные симптомы. Диагностика с точки зрения имидж-медицины показала дисбаланс в работе почек и сердца. На уровне информации присутствие сильного страха, темной связи между почками и мозгом. Во время первых сеансов имидж-медицины он пугался учащающегося сердцебиения, не раз просил остановиться, думал, что, наверное, ему же есть необходимость принять лекарства, иначе может случиться очередной приступ. Его эмоциональное состояние было очень беспокойным, тревожным, подавленным, хотя никаких тяжелых событий в его жизни на тот момент не происходило. При лечении методами имидж-медицины со временем, при работе с его почками, при очищении, регенерации лица и всего тела, очищении связи между почками и головой со временем у него появилось, его состояние поменялось. Во время работы мы также много с ним обсуждали различные сложные моменты его детства, его отношения с родителями, которые появляли на его дальнейшее поведение и эмоции. После первого же сеанса он отметил, что ему стало легче на сердце и спокойнее. Со временем эмоциональная легкость, ощущение, что ничего страшного с ним произойдет, стало нарастать. Беспокойство перестало доходить до паники, эмоциональное состояние его улучшилось. Второй случай, который я хотела бы здесь привести, это молодая женщина, у которой не было каких-либо выраженных проблем со здоровьем, но она находилась в подавленном состоянии. Ее мама продолжительное время болела онкологическим заболеванием, и пациентке приходилось много принимать решений, связанных с выбором, методом лечения, обеспечением ухода. При этом при всем у нее была работа с высокой зоной ответственности, и достаточно неподдерживающие сложные отношения внутри ее собственной семьи. С точки зрения современной медицины и психологии она находилась в состоянии крайнего стресса и очень высокого уровня тревожности. Диагностика методами имидж медицины показала дисбаланс в работе сердца, печени, легких, наличие сильного напряжения в этих органах, скопление в жарах голове. Во время лечения она была очень беспокойна, достаточно долгое время, она много говорила и не могла расслабиться. Я применяла методы очищения, регенерации, работала с ее сердцем, расслабляла печень, освобождала голову от жара. Мы не раз обсуждали ее противоречивые чувства к маме, вопросы доверия контроля, ее страхи. Спустя какое-то время как поток слов, так и ее тревожность начали уменьшаться. В процессе лечения она стала отмечать, что у нее появилось больше спокойствия, даже радости, а также принятие сложившейся ситуации. Пропало ощущение сильной тоски и безвыходности. В обоих этих случаях энергетическая работа с телом и органами, очищение, наполнение, а также эмоциональная поддержка позволили изменить в лучшую сторону душевное состояние пациентов. Если брать во внимание также вопрос, о котором я говорила в начале, о методах, способах определения эффективности лечения, эффективности влияния, то здесь, то есть если мы будем говорить о психике, то одни из наиболее распространенных методов, которые используются, это методы, связанные с самооценкой. Для определения эффективности работы при каких-либо заболеваниях мы можем использовать МРТ, анализы. Все, что касается психики, это недоступно. Таких методов объективных у нас не так много. Методы самооценки, которые достаточно активно используются в психологии, то есть это определение состояния до и состояния после. Вот один из примеров такого опросника, опросника эмоционального состояния, когда сам человек определяет, какие эмоции он испытывал до лечения и после него. Это один из наших таких возможных методов, которым мы можем определять эффективность методов имидж-медицины на эмоциональное состояние. Ну и также у нас есть еще один такой возможный способ, который мы можем использовать. Это изменение уровня гормонов стресса в крови. По динамике, по динамике концентрации пролактина или кортизона мы тоже можем судить о том, как методы имидж-медицины помогают улучшить эмоциональное состояние наших пациентов. Спасибо большое за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ